Девушки отдыхают Видите, к нам в программу приходит множество письма от родителей, которые спрашивают совета, как воспитывать детей. И вот одно из них. Откиданчук Надежды из города Николаева. В последнее время родители придираются ко мне, что я неправильно воспитываю сына. Говорят, что своими словами я его убиваю. Иногда у меня, правда, вырываются острые слова, но я же не со зла. Расскажите, пожалуйста, каких слов нельзя говорить ребенку и почему. Спасибо. Надежда пишет также о том, что ее ребенку 6 лет, а ей 27 лет. Вот такая история. Что же это за слова мамы, которые могут убить ребенка? Ну, убить это очень громко сказано, но на самом деле все слова мамы так или иначе влияют на ребенка. И детская психика крайне восприимчива и ранима. Мы можем совершенно незаметно для себя постоянно повторять те или иные слова, которые оседают, 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 накапливаются и создают неприятное ощущение у ребенка и неприятное восприятие себя. А как такую ситуацию воспринимает экстрасенсы? Есть здесь какой-то еще подтекст? Очень хорошая тема сегодня поднята. Очень хорошая. Потому что слова имеют смысл. Слово можно убить, слово можно опустить, поднять, вылечить можно слово. Мамочка связана с ребенком энергетической пуповиной до 21 года как минимум. Папа имеет более такой, скажем, командный тон, тон командира. То есть папа задает программу своими словами в злости, в порыве, в каком-то аффекте. Но слово не воробей. Вылетит, не поймаешь. Поэтому следите, пожалуйста, за речью. Все сказанное вами может ударить больно по вашему ребенку. Ну и сегодня мы наверняка узнаем о тех словах, которые нельзя ни в коем случае говорить. А начать мне бы хотелось с того, как мы называем детей. Я имею в виду не только имя, но вообще вот как мы обращаемся к детям. Тарас, у тебя как? На самом деле всевозможные вариации на тему и ласкательные в первую очередь. Я очень люблю старшего сына называть чемпион. И он постоянно меня спрашивал, говорит, папа, почему я чемпион? Говорю, ну для меня ты чемпион. И если я его вдруг так даже не называю, он чувствует, что что-то, наверное, не так происходит, да, в какой-то степени. Конечно же, с горяча вылетает всякое. Мы стараемся очень фильтровать эту речь. И вот как раз чемпион относится к первой категории. Это вот очень хорошие ласкательные слова и большие утверждения великих надежд. Ты чемпион, 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 чемпион. И когда у ребенка что-то не получается, он сразу чувствует внутреннее состояние. Я не справился, я не смог. Что я скажу папе? Как я приду? Как я покажу? Очень часто с девочками так же, ты красавица, красавица, красавица. Ты красивая и бесконечная красавица, да? То есть, соответственно, если девочка услышала, что вдруг она сегодня не красавица, девочка больше ни о чем думать не может и добиваться ничего не может. Друзья, я просто не могу остановиться. На одном из телевизионных проектов, ранее в моей деятельности, был случай, режиссер рассказывал историю личной ее жизни, как это происходило. Она говорит, я свою дочку решила воспитывать следующим образом, она у меня самая лучшая. И говорит, хотя на самом деле, ну, говорит, девочка замечательная, говорит, ну, ну... Но я понимаю, что не самая лучшая, возможно, вдруг. Она говорит, это моя красавица, ты моя самая... И когда, она, говорит, немножко подросла, встала перед зеркалом и говорит, мама, а что ты меня на конкурсы красоты не ведешь? Она говорит, ой, по-моему, я перестаралась. Сработало. Сработало. Ну, а как вот эти солнышки, зайчики, лапулечки, кисоньки, рыбки и так далее? Часто просто умиляешься малышам и так их называешь. Как есть даже такая шутка, что все детишки до года думают, что их зовут... Утибой-зибой! Во всех перечисленных словах мы никак не можем определить, мальчик это или девочка. Соответственно, ребенок тоже не может определить, мальчик он или девочка, и что с ним вообще происходит. У меня в практике был такой опыт, когда привели восьмилетнего мальчика, его называли исключительно Дотя. Попробуйте определить вот так это. Мальчика Дотя? Мальчика Дотя. И потом удивляются, почему вот эти парады ходят по улицам, да? И не только. Да, и не только, и вообще какие-то психологические изменения. Ален, а насколько важно имя для человека вот с рождения и все детство? Зайками, пупсиками, котиками можно называть детей до 9 лет. Почему? Это мое мнение. На энергетическом уровне 9 лет возраст первого причастия. Тогда вот в католической религии это возраст первого причастия считается возраст первого греха. Идет половое вот распределение. Мальчики становятся такими, они хотят чувствовать себя уже мужчинами, парнями, девочки, девушками. Каждому пупсику свое время, свой возраст. У меня в практике, моей, была такая женщина, которая приволокла, вот сына посадила и говорит, это мой карапупсик. А, понятно. А возраст карапупсика? А возраст карапупсика, это где-то лет под 17 был. А, я, я. И она говорит, мам, я вообще не карапупсик. Я говорю, он не карапупсик, он маленький мужик, он старается, он себя вот колирует, вот это вот мужское начало. И он так весь покраснел, пятнами пошел. Сразу ему стало раз, энергетически, ушел в шестилетку. Называем своих детей ласково, но иногда, когда нам хочется проявить свою любовь, свою заботу и какое-то особенное внимание, когда нам хочется их пожалеть. И при этом обязательно помним, что у нашего ребенка есть имя, и называем его по имени намного чаще, чем любыми другими ласкательными именами. Есть другая некрайность, а может быть особенность. Иногда, особенно когда ребенок нашалит, к нему обращается, их ты горе, ты мое луковое, ну что мне с тобой делать? Здесь, как чувствует себя ребенок, и кто из него может вырасти, если постоянно к нему так обращаться? Опять же, возвращаемся к тому, как часто употреблять эти слова. Если мама постоянно говорит одну и ту же фразу, одно и то же слово, горе ты мое, да горе ты мое, горе ты бы да горе ты мое. Ребенок что чувствует? Что он расстраивает маму. Дети начинают делать какие-то не очень хорошие поступки. Соответственно, это тянет за собой какую-то реакцию. Соответственно, мама начинает сердиться, возмущаться, ругаться. И ребенок что делает? Он просто закрывается. Если ребенок закрывается в раннем возрасте, то есть чем дальше он, тем меньше шансов у нас к нему достучаться. Соответственно, что-то хорошее ему вложить, положить, подать, показать. По поводу горя лукового, если мы подняли эту фразу, да, это когда слезы текут сами по себе. Эта фраза, часто произносимая, может привести к тому, что психика ребенка будет лобильной, с позволения сказать. Он будет плакать по любому поводу. Разбираем те слова и выражения, которые нельзя применять по отношению к ребенку, потому что это может, ну, буквально искалечить его морально, да? Да. Следующая категория наших слов – это пообщение «всегда». Ты всегда плохо делаешь, у тебя всегда не получается, ну, куда ты пойдешь, как всегда, ты это не сможешь. Таким образом, мы формируем человека, который не будет стараться, не будет пытаться, и после первой попытки он сразу скажет, ну, это явно не мое. А смысл, да? Да. Я как всегда. Мне кажется, это даже не детей больше касается, а отношений мужья-жены, да? Так они же бывшие дети. А, ну да. Он говорит, ты как всегда со своими друзьями. И это наверняка означает, что мама в детстве этому человеку так же говорила. Со своими друзьями, еще подобные слова, ты такой же, как твои друзья. То есть мы объединяем нашего ребенка изначально уже с какой-то группой людей. Да, ребенок понимает, что мы его не воспринимаем индивидуально, что мы не принимаем в какой-то мере его индивидуально, если особенно нам эта группа людей не особо нравится, да, друзья его. И, соответственно, конечно, все чаще он будет уходить к друзьям, все реже он будет появляться дома. Если говорить о каком-то подростковом возрасте, да, соответственно, имеем такие проблемы, как уход из дома, или просто закрытость и нежелание общаться с родителями. Которые его не понимают просто. Да, таким образом мы просто убиваем свой авторитет на корню, и дальше влиять на своего ребенка практически невозможно. Я, когда хочу понять энергетику слова, я его должна повторить не менее 12 раз и почувствовать свою ассоциацию. Когда я пропускала через себя, я нам вызываю пропустить через себя слово. Всегда, всегда, всегда. Говоришь это с разными интонациями. У меня получается такой туннель и вид космоса. То есть это, получается, слово имеет энергетику бесконечности. Вы, вот этот какой-то поступок, который, да, он может быть сделал несколько раз. Вы забрасываете во Вселенную, забрасываете в эту воронку, и уже ребенку очень трудно выйти и отвязаться от слова «всегда». То есть вы посылаете энергетический посыл постоянства какой-то неприятности. Следующая категория относится к отношениям муж-жена, или если, вот как в нашем случае, из нашего письма, когда мужа нет. И, соответственно, свою озлобленность, или свое какое-то негодование, недовольство и прочие ощущения, которые мы испытываем по отношению к своему супругу, мы выдаем на наших детей. Ты такой же ленивый, как твой отец, вот он всегда мне обещал, ничего не делал, ты тоже. И все, соответственно, в таком же духе. Ребенок совершенно не виноват ни при чем и не понимает, к чему это было. Причем, как правило, будьте бдительны. Вот здесь мы выливаем в тех случаях, в которых мы никогда в жизни просто так бы не ругали. В никаком случае не применяем следующую категорию фраз. Ты выжил из меня все соки, посмотри лица на мне нет, сил моих больше нет. Сюда могут и бабушки подключиться, посмотри, до чего ты мамочку довел. У нее вот голова даже сегодня. Бабушки особенно это любят. Они талантливы. Мы должны понимать, что мы и наша жизнь, это мы и наша жизнь, а ребенок это новая жизнь, которого мы должны поддерживать. Но ни в коем случае мы не говорим, сядь, замолчи, закрой рот, я тебе сказала. Успокойся или того грубее, заткнись и слушай меня. Ты что, применял такую фразу? Нет, я просто слышал нечто подобное. Вообще вот так вышло, что я как раз отношусь к папам, которым иногда удается гулять на детской площадке. И есть модели поведения мам и пап, которые очень достойные, которые заслуживают восхищения. А есть подача, которая очень грубая, да, очень жесткая конкретно. Или иди сюда, я тебе сказал, стой здесь. Вот такая манера. Этот ребенок, кроме того, что, извините, пожалуйста, за прямоту, кроме того, что он как робот выполняет чужие поручения, он же ребенок. Он должен бегать, прыгать и тому подобные вещи. И плюс как бы он как-то пытается себя проявить и индивидуальность свою показать, а его сразу на корню срубывают. Если мы бесконечно осекаем нашего ребенка, закрой рот, замолчи, уйди, таким образом мы формируем личность, которая, в принципе, ничего не хочет добиваться, которая ни к чему практически не стремится, которая ждет всегда указаний. Этим человеком в будущем крайне легко манипулировать, соответственно, попадает в подростковый период во все нехорошие и неприятные ситуации. И, конечно же, во взрослой жизни, соответственно, тоже сформировать свою жизнь хорошо и как-то благополучно очень сложно. Человек становится бесхребетным. Бесхребетным, да. Ну а как насчет детей, которые капризничают из-за того, что родители в один период жизни все за них делали, а потом начинают обижаться, что дети ничего не хотят делать? Да, это моя любимая тема. Фраза «я все сделаю сама» – она убийственна для вашего ребенка, потому что ребенок должен пробовать, учиться. Получилось – хорошо, не получилось – пробует еще раз, еще раз и еще много-много раз. И даже когда мы приводим своего ребенка на тренировку, он сидит и ожидает, когда же придет мама и поправит ему ручки-ножки в нужное положение. Вы знаете, какой бы сложной ни была проблема, кофе поможет найти решение. В 1708 году в Лондоне было более тысячи кофеин, которые еще называли грошовыми университетами. Туда всегда можно было зайти выпить кофе и встретить там какого-нибудь художника или писателя за чашкой кофе, пообщаться и узнать что-нибудь интересное. Угощайтесь, пожалуйста, и вы. Наша беседа, по-моему, сегодня очень полезная. Спасибо. Все начинается с Нес-кафе. Как экстрасенс прокомментирует слова родителей «я все сделаю сама» за ребенка? Как они влияют на детей? Алена Курилова уехала на шестую битву. В результате моя дочь научилась готовить кушать себе и папе. Я сказала, доченька, теперь ты здесь за старшую. Ты теперь получается так, что вот. Так что она у меня теперь замечательный кулинар. Тарас, ты своим мальчишкам, ну, в зависимости от их возраста, запрещаешь что-то делать, боясь, что они не справятся? Нет, наоборот. Они имеют возможность пробовать абсолютно все. Абсолютно все, начиная от каких-то элементарных вещей по дому и заканчивая какими-то более сложными вещами. Они пытаются отверткой иногда где-то пользоваться. Наоборот, они даже... Ну, опять же, золотое правило. Не надо воспитывать детей, просто показывайте своим примером, как нужно себя вести. И при этом не говорите слов, которые могут их ранить. Давай перейдем к следующему выражению. Восьмая категория фраз, это которая у нас начинается и продолжается какой-то угрозой. Не беги, упадешь, не бери, разольешь. И прочие какие-то подобные фразы, которые уже проектируют какое-то действие неприятного характера для ребенка. Как бы предупреждают, а на самом деле чуть ли не программируют его, да? Ну, практически, да. Соответственно, ребенок понимает, что лучше здесь аккуратнее, лучше здесь сидеть, лучше здесь не делать. И таким образом, опять же, он не может хорошо и правильно развиваться, потому что ему нужно экспериментировать. И, соответственно, таким образом ему сложно находить себе друзей, ему сложно быть интересным и разносторонне развитым человеком в будущем. Вселенная не слышит слова «не». Приставки «не» Вселенная не слышит. Вот помните, когда нам говорили, желайте на дне рождения быть здоровым, но не говорите «желаю тебе не болеть». Вот Вселенная не слышит слова «не». Уже слово «болеть» идет как основное, да? Сколько раз говорилось о запретных плодах? Слово «не» и второе слово рядом, так вот это второе слово будет вечным запретным плодом, которого будет хотеться. Если вы говорите слово «не» с позиции такой вот приказа, то вы даете установку на совершенно противоположное действие. Также нельзя привязывать свои страхи и фобии. То есть мы не говорим ребенку «не ходи в воду, не пробуй это делать», потому что мы этого боимся. Если я не умею плавать, это совершенно не означает, что мой ребенок тоже не должен уметь плавать или не должен ходить в воду. Если я боюсь это сделать, я могу попросить кого-то. И вот так и получается. У нас все в семье плавать не умеют. Когда-то дедушка сказал «я не умею плавать, и ты в воду не ходи», да? Да, вот, вот, типа того. На самом деле экстремальные подобные вещи. Вот в Киеве на сегодняшний день есть замечательный аттракцион, когда мы от арки Дружбы народов перелетаем через Днепр и оказываемся на Трухановом острове. Я дважды летал на этой канатке со своим сыном. То есть мы вместе пристегивались. С младшим или со старшим? Со старшим. А, которому 6 лет? Мы в 5-летнем возрасте катались с ним. Это как бы, да, вот, адреналин и как бы, но я понимаю, что если я не покажу примера, мы не сделаем это вдвоем. Тем более я понимаю, что все нормально, надежно, безопасно, то как бы этот страх может в нем поселиться раз и навсегда. Мы как-то рассматриваем только страхи, панику, высоту, какие-то вот физические вещи. Очень сильно плохо, когда говорят, не слушай его, не верь ей, не слушай, не смотри. То есть ваши страхи, ваши фобии, ваша вот такая закрытость от людей, от мира, вы сами берете этот колпак и накрываете своего ребенка. А может, он и хотел бы влюбиться, может быть, он и хотел бы поверить, правильно? Он же живет эту жизнь. Дайте ему возможность ошибиться. Следующая фраза, которую нельзя говорить. А посмотри, какая Наташа молодец. А посмотри, какой Ваня умничка. Мы сравниваем своих детей с другими детьми, с детьми наших знакомых, с одноклассниками. Таким образом, мы уже сразу умоляем достоинства нашего ребенка. Мы любим других детей и восхищаемся ними больше. И, соответственно, наш ребенок имеет затаенную какую-то обиду на тех детей, с которыми их сравнивают бесконечно и постоянно. И тут ребенок уже формирует свое ощущение как раз-таки вот это наперекор. А что такое затаенная обида? Другими словами, это зависть. Вы своего ребенка учите завидовать. Правильно? Правильно. Посмотри, как у него все хорошо. И эмоция ребенка вылетает под названием зависть. А потом он подойдет, и Вася просто по лбу треснет. Правильно? Правильно. Почему? Потому что Вася был лучше. С кем можно сравнить ребенка все-таки? То есть, как правильно заменить эти слова, которые могут ребенку навредить? Мы просто не сравниваем. Мы просто говорим то, что мы чувствуем, то, что мы хотим. Я хотела бы, чтобы ты вот так. А давай попробуем сделать вот так. А если ты сделаешь вот так, тебе обязательно будет там хороший приз. И таким образом мы помогаем ребенку становиться лучше каждый день по отношению к себе. И, между прочим, таким же образом. И мы становимся лучшими родителями. Спасибо.